Всем привет! На этом занятии мы создадим наш первый проект для Node.js. Наша основной целью при создании этого проекта будет знакомство с модулями, способом который Node.js предлагает для организации проекта. И начнем мы с того, что откроем WebStorm или ваш любимый редактор в новой пустой директории start. В этой директории будет находиться проект Node.js. Так как я использую WebStorm, то мне также понадобится небольшая инициализация. В preferences я настрою плагин Node.js. Вот он. По умолчанию WebStorm считает, что я редактирую обычный HTML, обычный браузерный JS, и он мне будет предлагать варианты автодополнения, соответствующие браузерному скрипту. А мне нужен именно Node.js, поэтому я жму Edit Usage Scope и на уровне всего проекта, мог бы конечно на уровне директории, иногда это нужно, но сейчас на уровне всего проекта я отменяю HTML и ставлю Node.js как встроенные модули, так и Node.js global. Со всем из этого мы в дальнейшем подробнее познакомимся. ОК. ОК. Все. Инициализация завершена. Создаем первый файл. Этот файл будет называться Server.js. Целью этого занятия является знакомство с модулями, поэтому пока что я буду писать простой JavaScript и я добавлю в этот файл объект User, который будет создавать пользователей, и у пользователей даже могут быть какие-то конечно же методы, например Hello, где Who это другой User, и давайте небольшой код по его использованию. Запускаем то что получилось. Node.server.js. ОК. Отлично работает. Начало положено. Теперь представим себе, что мы развиваем наш проект дальше. User это достаточно мощный объект, там может быть очень много всего, и функции растут. Со временем появляется необходимость вынести этот юзер в отдельный файл. И тут-то дело вступают модули. В браузере, когда мы хотим добавить еще один скрипт на страницу, мы используем как правило tag script. В Node.js для этой же цели мы используем специальную команду require. И работает она совсем-совсем по-другому. Давайте посмотрим это на нашем примере. Для псевдокласса user я создам отдельный файл user.js и перемещу из server.js user в user.js. Для того чтобы нам было удобно, я даже расположу его в отдельной колонке. Для того чтобы из одного файла подключить другой, используется команда require. require user. Можно указать js, можно не указывать. И чтобы проконтролировать выполнение этой команды, я добавлю сюда также console.log user.js is required. Ура. Что ж, запускаем. terminal node server.js. Ммм, похоже что-то не так. Произошла ошибка. Node.js не находит здесь переменную user. Она не определена. И здесь мы видим первое важное отличие системы модулей node.js от браузерных скриптов. В браузере, если на одной странице есть два тега скрипт, соответственно два скрипта, то функция, которая определена на глобальном уровне в одном из них, доступна и в другом. А в node.js не так. В node.js каждый модуль, или иначе говоря каждый файл, может определить в себе любые функции, любые переменные. И эти функции переменные являются глобальными для данного файла. Они не становятся автоматически доступны при подключении. Это действительно здорово, поскольку позволяет писать действительно независимые модули и не опасаться, что я в одном модуле перезапишу глобальные переменные другого. Но как же быть в данном случае, ведь здесь-то я как раз хочу, чтобы переменная user была доступна здесь. Для этого, как правило, используется система экспортов. В каждом модуле есть специальная переменная experts. Это объект, и то, что я туда положу, вернется как результат require. Например, в данном случае, experts.user равно user. И здесь var.user равно require.user. Результатом данного require будет объект, который здесь называется exports. Соответственно, здесь я сделаю так, user.user. Запускаю. Ура! Подключился файл. И все вывелось. Таким образом, каждый модуль может объявить свои собственные приватные функции, переменные, и то, что он хочет отдать наружу, вот таким образом экспортировать. Может возникнуть резонный вопрос. А что, если мы хотим все-таки глобальные переменные? Например, есть такие объекты, скажем, логгер, или база данных, или какой-то глобальный объект приложения, которые мы хотим, чтобы были доступны явно и везде, без всяких там экспортов, просто потому, что они вот такие вот важные. На самом деле, в Node.js есть концепция глобальных переменных. Но вместо объекта window, который используется в браузере, есть объект global. И то, что мы пишем в этот объект global, именно то, что записываем явным образом, вот такой global.user равно user, становится глобальной переменной. Если я так написал, то я могу убрать отсюда вот это вот и попробовать запустить еще раз. О, работает. Сначала подключился. Этот вот файл, да, он обработался. Global сработало, и у меня глобальная переменная. То есть технически это возможно. Однако в Node.js есть ряд особенностей этой системы модулей, которые мы скоро с вами изучим, которые на самом деле позволяют обойтись совершенно без глобальных переменных. И на практике этот объект global практически не используется. И далее мы будем чувствовать себя комфортно без всяких глобальных переменных. Итак, мы с вами поговорили о том, как подключить файл модуля. Мы поговорили о том, что у каждого модуля есть свои собственные переменные функции, экспортированные, и можно, но не нужно делать глобальные. Теперь мы с вами поговорим о тех видах модулей, которые есть. То, что мы с вами только что осмотрели, User.js, это самый часто используемый модуль JavaScript файл. Но есть и другие. Следующий тип модуля вы вряд ли сейчас захотите использовать. Этот тип модулей носит расширение .node. И делается он путем компиляции файла на языке C++. Как правило, такое делают в тех случаях, когда нужно либо очень хорошую предварительность, либо нужно использовать какие-то возможности операционной системы, к которым почему-то нельзя сейчас обратиться из JavaScript и Node.js. И, наконец, третий тип модуля, это JSON. Сейчас я вернул вариант юзера с использованием обычного экспорта вместо глобалов. И, допустим, я хочу добавить туда небольшую интернационализацию. Вообще говоря, для этого есть множество возможностей, стандартных форматов, модулей уже готовых. Ну, я буду делать все руками. И просто захочу вынести вот эту вот фразу в отдельный файл, который будет хранить соответствие английских фраз и фраз на соответствующем языке. Здесь я сделаю файл и назову его ru.json. Этот файл будет хранить соответствие. Например, hello, привет. Обратите внимание, именно формат JSON нужен, то есть, если я записал вот так, это было бы неправильно. Формат JSON требует обязательного указания кавычек, это не JavaScript объект, это формат. И теперь в юзер я просто пишу varphrases равно require ru. Могу указать расширение, могу не указывать. Если Node.js не находит файл ru.js, он ищет ru.json. Загружает его, интерпретирует. И получившийся объект будет храниться во phrases. phrases.hello. Что ж, проверим, запускаем. Отлично, все еще работает. Модули в формате JSON используются в случаях, когда хочется хранить какие-то данные в пройсещем виде в виде файлов. Теперь мы будем дальше развивать проект. И вместе с файлом user.js нам для реализации функционала юзера понадобятся еще какие-то файлы. При этом будет целесообразно выделить модуль в отдельную директорию. Посмотрим, как это делается. Создадим директорию с именем user. Директорию тоже можно подключать. При этом Node.js сначала ищет файл с таким названием, потом ищет файл .node, .json. Если он не находит ни того, ни того, ни того. Он ищет директорию с названием user. И в этой директории хочет z-файл index.js, считает его модулем. Соответственно, я user.js перетаскиваю в директорию и переименовываю в index.js. К нему же положу и соответствующие фразы. Веб-шторм автоматически поправил пути. Ай-яй-яй. Вот так все должно быть. Ну-ка проверим. Отлично. Теперь, если мне понадобятся дополнительные файлы для реализации функционала юзера, то я смогу добавить их в эту директорию. Итак, мы с вами знаем, что такое модуль. Фактически это файл, который подключается при помощи require. Мы знаем, какие виды переменных есть в модуле, и какие виды модулей существуют. Также мы знаем, как организовать модуль в виде директории. В следующей части мы продолжим с этим работать, более глубоко изучим объект модуля и различные приемы его использования.